Почему он не возревает? Ну, понятно. Италия, Египет, оттуда пошло. Кстати, мы тоже, мы знаете, как оказались в Африке наши предки? Да вот потому. Отсюда летник загнал. Потом вернулись. Вот. И что получилось? Деревья тоже вернулись. Которые смогли. Это дикие яблони, груши. Помните, я расскажу. Они есть. Даже у нас, в Европе. В Европейской России. А настоящие у них надо 9 месяцев развиваться. Вот он, период года. Возможно, рост. А у нас все. Помните, это самое, 9 месяцев зима, остальное лето. Это песня такая была. Не получается. Что надо делать? Первое. Если уж семян начинать, то многие из них пережили такие ледниковые периоды, что нам, людям, и не снилось. Это значит, бери большее, скидай, в смысле сади большее, гуще, чаще, и чтобы это, и пусть, как в том рекламе, когда почему-то рекламируют какой-то обычный творог, и говорят, и пусть весь мир подождет. Вот попробуйте так. Потому что многие из них погибнут, а многие из них скажут. Нет, я быстренько перестроюсь, образно говоря, как будто голый человек шкурой оброс. Вот так и деревья начинают, имеют свое. Я сейчас не буду уже вам про Менделя, это же ужас какой-то. Это ведь 300 или сколько там лет назад он вывел законы Менделя, потом их усовершенствовали, и никто не проверил. Какие законы Менделя, когда дерево выживает, какие, какой, ой, елки, ничего понять не могу. Ну, тут с ума подсходили. Кстати, вот, друзья мои, все равно это уже загубленный вебинар, видели, что я много вроде вещей говорил, но все как-то отклоняюсь от главной темы, от полезных советов. Вот. Вы знаете, что, как они запутались с этим Менделяем. Ведь Менделяем, да, с его законами, это чисто работает на богоискательскую тему. Понимаете, о том, что мир создан Богом, что все в нем это, и не было никакого этого самого. Почему? Да потому что он, работая с горохом, он вывел такую жесткую закономерность. Якобы. Это все вранье. Проверят, скажут, господи, мы 300 лет поклонялись чему, монаху, который поверили на слово, что у него такие получились. Так могли получиться, а что же это не получилось-то? Папа, мама, там начинаются эти, помните термины, самые такие там, доминирование, правильно? Ну, как же это? Как же не задать вопрос? На дисках не нашел, на вебинарах не услышал. И я выкопаю... Ой-ой-ой-ой. А, нет, все, нормальный вопрос, там будет вопрос настолько сложный, что я его оставлю до следующего раза. Я выкопаю за городом по весне отводки яблони, что от пуповины питаются, молодец, пересадил на нужное место, и мне их тут же нужно привить или только в следующем году? И второй вопрос. Заготовал семена ранитки с осени, через месяц инсификацию их положу. Так, а это разве вопрос? Ну, в общем, ранитки где-то их надо... Я предпочитаю хранить... Скажу, как я. Вот он заготовал семена с осени, наверное, где-то сухими лежат, нормально. Я лентяй. Я не стал их выковырять, у них такие семечки мелкие-мелкие, что у дикой ранитки, что у культуры на Сибирке. Вот, что там не каждый еще это, мизочков разглядит. Вот, я их оставляю в плодиках, а в плодиках их от 8 до 10 штучек. Недавно все-таки разрезал парочку, по 10 штук я почему-то думал по 8. Ну, век живи, век учись. И, значит, так плодиках высылаю. Буду высылать плодиках до самой весны. Почему? Я говорю, когда начинается инсификация? Да я их только положил в холодильник, где-то, как только зима началась, да, чтобы не портились. Считайте, они немножко как бы подвялились. Ну, там семечки целые. Вот, и они в плодиках, кстати, все инсификации проходят. А потом мне их хоть в январе купят, хоть в феврале, хоть в марте. Выковырять я учу в марте. Вот, и уже тогда песок. Ну, а дальше следить. Могут чуть-чуть потеплее сырой песок, но чуть потеплее холодильник, могут зайти до высадки. То есть, до того, как земля прогреется, надо будет высаживать. Вот, тут надо быть поаккуратнее. Ну, точнее сказать не могу, потому что температура визиратная. А сферификация у них началась уже с осени, как только, прям в плодиках. А этим они отличаются от сухих. Когда сухие, сферификация стоит. В плодиках, что в песке, разницы принципиально нет. Поэтому быстро всходят. Это на второй вопрос ответил. Вот так. Насчет посадки без заглубления. А вот насчет садите густо, не совсем понятно. Семена просто раскидать и символически прикрыть. Ну, обижаете. Так никогда не учил. То есть, посадить без всякой системы. Это, простите, это Хольцер, это не ко мне. Наверное, он может заготовить тысячи семен, десять тысяч. Раскидать, что-нибудь зайдет. Потом, ниже будут более яркие фотографии. Пока, вот, хотите, то все должно быть упорядочено. Никаких раскидать. Понятно? Вот. Видите? Никаких раскидать. Это просто. А потом будет еще кое-что. Объясню поподробнее. А теперь первый вопрос. Выкопы отводки. А, тогда и фотографии. То есть, смотрите, как я делал. Я об этом рассказывал. О, а дойду ли я? Так. Так, так, так. Тут вопрос. Перескакивает через вопрос. Не забыть вернуться. Не забыть вернуться. Вот. Это не к ночи будет вспомянуто. Помните? Материал. Но, зоро, по другому поводу. Это уже другая тема. Вот это, вот это. Вот. Вот это дурь. Который я борюсь. Видели? Как легко в грубе дерево. Но это ладно. Вот. Это уже будет другой вопрос. А я все тут же хочу. Мы с вами еще не один день посвятим. А, вот. Вот это мои сибирки. Вот вы хотите. Вот это тоже. Все корневатодки до единого. Проверял, потому что я их все выкопал. Вот. Но начинал с того, что привал. Это первый вариант мой личный. Так не советую. Трудно сохранить. Хоть и маскируешь. Но. Можно прямо тут подопливать. Замаскировать. Через месяц пересадить. Лучший из лучших. А у вас не обязательно все пойдут. Ну, чтобы не делать лишнюю работу. Один вариант. Второй. Вот. У меня бывало как. Самые трудные времена. У меня сгорел сад. Так. Все. Я на пенсии. У меня ничего нет. Устраиваешь два садика. Работа детских садика. Каждый платит по три тысячи. Вот. Ну, пенсия, понятно. Такой пенсии, это, хватает, как образно говоря, на веревку, на мыло, чтобы повеситься от этого, от позора. Что я ведущий инженер, заканчиваю жизнь. Это самое, с зарплатой шесть тысяч. И вот, значит, я тогда взял, с этого началось. Мой опыт жизненный. Поэтому извините, что я нудно долго. Я просто вот это все выкопал, чертой мать и это. А тут только время так пришло, я еще не успел раскрутиться до конца. А тогда желающих было раскрутиться в каком смысле. Процесс еще только шел. Раскрутки. Но тогда сырногорства не хватало. То есть рвали из рук. Я даже рассказывал, как мы двоим с другом зарабатывали. Не успевали выкопать. С проросшими только почками проклевывались. Продавали уже по полцены. И вот такой же случай, ну как. Накопал я тогда, выкопал их 400 штук. Так, я их выкопал. И привез. Там и сразу привил. Но, не как вот вы видели, помните, эти самые. Тут есть или нет, я не помню. А вот, не как Сергей. Так. А с комами земли. Это штучный, у меня получился, мне нужны были деньги срочно. Это был штучный товар, в каком плане. Разница принципиальная. Я только с комом земли прививал. Через 4-5 месяцев у меня были саженцы двухметрового роста. А у меня есть фильм, он на диске номер 5. Ко мне приехали с Кировской области, а у них тысяча гектаров. И получился целый фильм учебный, пока я им рассказывал. Я как раз стал из-за таких саженцев. Которые было от роду, а они приехали учиться, не только купить саженцы. А им от роду 4-5 месяцев. Они выше меня ростом. Ну, кто видел диск номер 5, скажет, что я не соврал. А они с мой рост или выше. С цветочными почками, с десятками почек. С плодовыми этими самыми веточками. И десятки. А от роду им от прививки. То есть, я выкопал готовую доктору клетку. 4-5 месяцев. И осенью у меня было на продаже 400 готовых саженцев. Весной их не было уже ни одного. Вот так. И все, я спас. И меня тут же я прикинул, уже на следующий год, я говорю будущим питомниководам, я прикинул, у меня зарплата была уже в три раза больше, чем ведущим инженера Сенского алюминиевого завода. Ну, среднее, если за год взять, там, раскинуть. Ну, потом время шло, известность росла, а Сеногорцы перестали покупать. Вот сейчас Сергея не едет никто. Хорошо, вся Россия знает, и с каждого, там, города по одному человеку, и уже, это, жить можно. Там, с Красноярска парочка, там, допустим, Сабакана один, Синска два, Шушенская один. Вот, Сабазы, там, с этого, Саштеппа по одному. Ну, в общем, набегает. А так бы все с голоду бы помер. И вот, получается, что я вам предложил. Вот это самый быстрый способ. Он мне нравится, почему? Ком земли решает все. А дальше фотографии я вам показываю. Здесь, получается, то же самое, но меньше. Почему? Потому что голые корни. А какие они в натуре, смотреть, то же самое. Но зато к осени прекрасные саженцы, только росточка поменьше. И для посылок. Те, что я выращивал, вот здесь, да, за одно лето короткое. Вот эти же у меня посылки даже близко не влазили. Потому что один обрубок оставил, чтобы только корни уже посылка, полпосылки. Так, идем дальше. Как мог ответил. Ну, вот яркий пример. Вот это не с этого, а вот. Который скомп земля, а вот с этого. Вот такой посильный уже вот такой. Так. Ладно. Сейчас я там пропустил важнейшую тему. Но у нас и время-то, если кто, два часа. Люди, когда устают, получится потом, что трудно воспринимать. Сейчас, Антон Валерьевич, как неважно говорить то, что вопрос это. Хочется все такими иметь, правильно? А это просто берешь и это. Так вот, мы сделаем сейчас так. На этом месте остановимся. И я опять знаю, что будет. Опять между сезонью. То есть от субботы до субботы. Опять будут вопросы. И опять за голову схвачиваюсь. Конца не видно. Вот я обещал рассказать, как для волонтера. Вот видите, фотографию приготовил. Вот они. Сейчас вот отсюда начинается. Сейчас мне Антон Валерьевич уже. Вот они. Я хотел рассказать, как можно засадить Россию дикоросами и полукультурными сортами. Как это сделать, используя вот эти фотографии. Вот эти, вот эти, вот эти. Вот. Как я это понимаю. Вот эти. В общем, дождемся мы с вами в следующую субботу. А может, я вас заманиваю на следующий раз. Давайте сейчас мы с вами, сейчас с вопросами.